Друзья, давайте поделюсь с вами рецептом приготовления очень простого, ну очень вкусного блюда в индийском стиле. Точнее индийское блюдо оно называется, а не в ресторанах это обычно как панир подают. В общем, режем адыгейский сыр кубиками и обжариваем. Еще нужно будет вот такой вот томатный, ну эти томаты. И хорошо бы еще какую-нибудь приправку, ну индийскую, из индийских специй, там есть магазин индийских специй, вот там много всякого такого. Можно карри, карри, по-моему, в каждом магазине можно купить. Сейчас вот это вот обжарю, скажу, что дальше будет. Так, у меня этого адыгейского сыра много, поэтому я обжариваю партии. Первую, вторую, чтобы не слипалось, чтобы хорошо прожарилось, и там прям так подумянивается, и ничего с ним не происходит, он не разваливается, не рассыпается. Сейчас эту партию пожарю, отложу, потом дожарю следующую партию. Очень стараемся обжаривать со всех сторон. Вот здесь вот у меня сейчас уйдет такой кружочек, а в магазинах обычно продают где-то там 1,2 кг, вот так вот средняя цена. Круг такой большой, который. Но этого количества хватит сразу два поужинать. Если надо на 1 раз, вот нам на всю семью, если надо на 1 раз, то половинку, наверное, вполне хватит, да. Где-то полкило. И классно вот это вот сочетается с рисом или же с гречкой. Как гарнирчик будет. Так, я, наверное, возьму еще одну маленькую, одну большую, вот такую, с кусочками, она внутри, такую фахтуру имеет, и просто томаты, ну, перемолотые. Это маленькая упаковка, потому что важно, чтобы сыр, он утопал в соусе, и нужно будет добавить немножко сливок в томаты. Ну, индусы, они умные, там у них все паи урвели, и чтобы там, у кого слабый желудок, чтобы и сжоги от помидоров не было, сливки там или что-то молочное, оно скрашивает. Ну, в общем, как-то для желудка проще переваривать, но немножко так совсем нужно. Так, у меня красивый тут салатик. Так, в общем, сырочек я поджарила. Вроде, вроде норм. Сейчас это все переложим сюда. И в эту же сковородку, где жарила сырочек, ничего мыть не буду. Ну, и масло добавлять не буду, зачем нам лишние жиры. Добавим специи. В Индии все обжаривают, все специи, прям чуть-чуть, может быть, минуту. Потому что тогда полезность специи, она раскрывается. Желательно в масле, конечно, у меня тут масла не беру. Чуть-чуть-чуть-чуть. Они в большом количестве масло жарят. Так, я немного не буду специи добавлять, потому что она ядреная. Несколько секунд, они прогрелись, и я заливаю сахарикоматами. Прямо заливаю, заливаю. Я посолю, щепотку сахара кину. Опять же, чтобы помидоры лучше усваивались, чтобы не создавали дискомфорты. Добавлю зелени. Петрушку. Я буду петрушку добавлять. Надо еще, наверное, зелень. В общем, короче, вот это вот достаточно ядреная, ну, острая специя. Можно что-нибудь поспокойнее. Но я была несколько раз в Индии, и там они делали вот такое острое, что... Ну, я люблю остренькое. Но тут можно регулировать. Была в Индии, и, в общем, это блюдо прям как там. Я знаю, о чем говорю. Я пробовала. Сейчас чуть-чуть прогреется. Добавлю сливок, зелень и смешаю. А еще, наверное, куркумы добавлю. Куркума – это очень полезная специя. Почитайте про нее. Прямо офигеете от того, насколько это чудотворное средство. Куркума и цвет дает. И пользу. Крутая штука. Так вот, забурлякала чуть-чуть. Добавлю немножко сливочек. Я думаю, достаточно. Соус вот такой вот получается красивучий. Так, ну и зелень, конечно. Сейчас доведу до кипения. Смешаю. И готово. Зеленушка. Зеленушка. Я вот с картошечкой жареная. Условно жареной. Такой больше печеной. Сделаю. В общем, это где-то 20 минут у меня заняла готовка. Если вы хотите удивить своего мужчину, индийским блюдом, очень быстрым и простым, рекомендую приготовить реально плюх. Да, надо, конечно, это не одной рукой делать. Плюхнуло страшно. Вот как. Так, ни одной рукой аккуратно. Ну, короче, вы поняли, да? Это блюдо называется панир. Я точно напишу, какой панир. Еще вот такой вот делаю со шпинатом. Как-нибудь покажу. Шпинат, ну, соусы шпината. И тоже панирчик в него добавляют. Палак панир называется. Тоже классно сочетается. Представьте, насколько это полезно будет. Вот такой вот у меня рецептик. С картошечкой. Опять же говорю, с гречкой, с рисом. Отлично. Отличная вкуснота. Вот. И вот и салатик. У меня. Такую вкусняшку я ела и в Индии много раз. И в московских ресторанах. Получается практически так же. Они, правда, используют домашний сыр. Они его там берут молоко. Доводят до кипения. Добавляют туда лимон. Оно начинает сквашиваться. Они его прессуют. Ну, как, собственно, и делал этот адыгейский сыр. Только они с лимончиком делают. Он немножечко лимончиком таким отдает. Вот я делала тоже домашний сыр. Вот. Но адыгейский вполне сносно. Чтобы быстро и вкусно. Рекомендую. Это я в петрушке. Так, а еще расскажу, может, кому интересно. Сейчас я положу сюда листики священного дерева. Туласи называется. И у нас у кришнаитов надо предлагать, прежде чем кушать. Предлагать Богу. У меня есть божества. И я их кормлю. И у нас пища получается освященная. Во всей Индии у религиозных индусов они всегда предлагают, прежде чем есть. Это называется просад. То есть освященная пища. Собственно, поэтому мы не предлагаем мясо. Потому что, ну, Богу предлагать мясо, это как-то не очень хорошо. Убивать его детей. И потом ему предлагать эти кровавые блюда. Поэтому, собственно, кухня вегетарианская. Хотя у некоторых индусов, у них, которые поклоняются, там, дурги, это жена Шивы. Она вот, типа, принимает, там, козлятину. Вот такая, она полубогиня. И есть такие касты, которые, ну, низкие касты, которые предлагают мясные блюда. Но у браманов, к которым, собственно, мы относимся, браманическое течение, вот там вегетарианская пища обязательно предлагается. Освященную пищу мы уже кушаем. Надеюсь, было интересно. Мой рассказ. Продолжение следует...